Здравствуйте! Сегодня 1 сентября, день знаний. И, конечно же, мы не могли обойти это важнейшее для всей нашей страны событие своим вниманием. И для сегодняшнего разговора мы пригласили в нашу студию директора средней общеобразовательной школы курортного района, школу номер 324, Дину Антоновну Петрук. Добрый вечер. Добрый вечер. И ее заместителя, директора по учебно-воспитательной работе этой школы, Наталью Сергеевну Домения. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Телефон в студии 340-7362. Меня зовут Юрий Гурченков, и я объявляю традиционный конкурс зрительских вопросов. Сегодня его победитель получает приз от медцентра «Маршал». Это сертификат на услуги на сумму 500 рублей. Также мы проводили опрос в группе ВКонтакте и задавали вам, уважаемые телезрители, вопрос, какой у вас был любимый предмет в школе. И вот в разрешении нашей передачи я прошу наших гостей прокомментировать результаты этого опроса. Ну, позвольте вас поздравить с этим знаменательным событием. Вы усталые, но довольные, как говорится, да? Спасибо. Тяжелый был, тяжелый и приятный одновременно был день. И хотел вас спросить вот о чем. Не первый раз, 1 сентября в вашей жизни в качестве профессионалов, вы выступаете учителей, нет ли уже какой-то, ну что ли, привычки к этому дню? Или это день, когда каждый раз все это проходит по-новому? Ну, вы знаете, конечно, 1 сентября – это необыкновенный день. И каждый раз, каждый 1 сентября одно не похоже на другое. Поскольку другие лица, другие совершенно дети, меняются времена. И ты, ну, видишь, ну, совершенно новое другое поколение. Они, может быть, где-то ведут себя более свободно. Они более раскованные. Они более открыты к общению. То есть я могу сказать, что каждый год – это совершенно уже другие дети. И мы меняемся тоже, разумеется. Все меняется. Но, тем не менее, это самый прекрасный праздник в школьном календаре. Да, я согласна с Диной Антоновной. И вот единственное, что могу сказать, что, наверное, если учитель не будет радоваться 1 сентября, он может спокойно покидать эту профессию. То есть человек, радующийся 1 сентября – настоящий учитель. Если ты перестал радоваться, ну, значит, нужно уходить. Кстати, очень интересная мысль – это как бы критерий оценки вообще профпригодности учителя. Замечательная вот эта вот фраза. Припомните ли вы, может быть, первый свой день в школе в качестве учеников и в качестве учителей? Ну, первый день в школе в качестве ученика, конечно, помнится очень смутно уже со временем. Но, тем не менее, это все равно не покидающее тебя чувство праздника. Это цветы, цветы, цветы. Первый день работы в школе в качестве педагога, я помню, очень хорошо. Это был такой же дождливый день, как и сегодня, 1988 год. Я поступила на работу в Разливскую школу номер 434. Меня там очень хорошо встретили, приняли. И я очень рада, что работала в коллективе именно 434-й школы на протяжении 17 лет. И первый день, я говорю, вот такой же очень волнительный, необычный, может быть, немножко грустный, тоскливый из-за того, что дождик. Но, тем не менее, это незабываемое впечатление, безусловно. Наталья, а вы? Ну, я, наверное, первый день, когда я учителем пришла в школу. Да. Для меня это была непрерывная череда, начиная с 1 сентября, когда я пришла учеником, закончила школу, закончила педагогический вуз и вернулась в ту же школу, где училась. То есть, по факту, школа меня сопровождала с первого класса по настоящее время. Да, мне дали даже сразу классное руководство, и было приятно, волнительно. Дети, родители, цветы, ощущение собственной значимости, когда ты по другую сторону баррикад, ты не там, ты здесь. Это немножко сразу переходит на другой уровень, ощущаешь себя иначе. Звонок есть у нас, знаете, послушаем нашего телезрителя. Алло, 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 алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут, пожалуйста. Алло. Да. Алло, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости, Галина Васильевна. Да, Галина Васильевна, слушаем вас. Вот сегодня праздник считает каждый день, день знания. И я поздравляю всех жителей района с этим днем. Желаем детям успеха в учебе, учителям новых творческих достижений. Вот, Галина Анатольевна, ну, вас особенно поздравляю. Вы приняли руководство школы в непростое время, но сумели сохранить коллектив и продолжить лучшие традиции школы, которые всегда считала, была и есть лучшие в районе. И вот сейчас показатель тому, что, ну, вот как я знаю, что у вас один из классов, десятая, полностью посетил, дети посетили высшее учебное зрение. Ну, учителям вопросов вообще не должно быть, а просто ищите посмоним. Пожелайте им здоровья, всего самого доброго. Галина Анатольевна, держите, традиции продолжайте. Спасибо. Будьте лучшим деликам. Всего самого вам доброго. До свидания. Здоровья всем. Спасибо огромное за добрые слова и пожелания, очень приятно. Галина Васильевна, это наш добрый гений такой, она всегда нам дает очень такую позитивную информацию, и это очень приятно. Ну, а мы хотели бы показать вам, уважаемые телезрители, небольшой сюжет, который мы подготовили о сегодняшнем нашем событии. Давайте посмотрим эти кадры. Я желаю вам в этом учебном году обучения с увлечением, побольше интересных уроков, отличных отметок и, конечно же, не пасовать перед трудностями. Сегодня день особый, мы пришли. Встречайте нас! Встречайте нас! И в этом классе вы каждый день будете включать подарки. Но это подарки, не конфеты, не игрушки. А что это будет? Петерки! Это знания ваши будут. 340-73-62, телефон нашей студии. Мы продолжаем наш разговор, посвященный Дню Знаний с представителями школы 324. Вот у меня есть такая информация, что в курортном районе 8 тысяч учеников сели за партой. Абсолютно верно. Даже немножко побольше. Даже побольше. Из них тысяча – это первоклассники. Первоклассники. А из этой тысячи у вас сколько первоклассников? У нас село за парты 89 человек первоклассников. А всего в вашей школе? Всего в школе 852 ребенка будет обучаться. Скажите, пожалуйста, как вы ощущаете состояние школы с точки зрения готовности в новых условиях предоставить знания и воспитательный процесс организовать соответствующим образом в ваших стенах? Нужно ли что-то, на ваш взгляд, менять? Может быть, расширить библиотеку? Может быть, изменить цвета интерьеров? Вот какие-то мысли у вас по этому поводу возникают? Вы знаете, я считаю, что, во-первых, не только мы, но и все школы курортного района очень хорошо подготовились к началу нового учебного года. И тут даже дело не в цвете стен, а дело в содержании. И, конечно, мы меняемся не только в канун 1 сентября. Эти изменения, они происходят в течение всего учебного года. Потому что мы не просто учим детей, мы участвуем в различных проектах, мы работаем, мы вывозим детей на экскурсии. Ну, в общем, одним словом, это жизнь постоянно меняющаяся и интересная, увлекательная. Послушаем нашего телезрителя. Алло, добрый вечер, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Ваш вопрос. Здравствуйте. 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 Меня зовут Елена. Очень приятная Елена, пожалуйста. Поздравляю всех гостей и всех жителей курортного района с праздником Днем Знаний. И учителям, и ученикам большого терпения. Я сама училась в 324-й школе. Брат, племянники, дочь. Все выпускники этой школы. И очень хочется, чтобы внучка пошла в нашу любимую школу. Подскажите, пожалуйста, какие учителя будут набирать первый класс через 2 года? Спасибо большое. Ну, а это Елена заботится уже, вперед смотрит, да? Вы знаете, я могу сказать, что жизнь – это действительно такая непредсказуемая вещь, и все меняется в нашей жизни. Мне бы не хотелось сегодня привязываться к каким-то конкретным именам и фамилиям, потому что все меняется. Но я могу сказать, что у нас все учителя замечательные и готовят очень хорошо детей. В любом случае, вы попадете в надежные, хорошие руки. В этом можно не сомневаться. А вот сразу, что называется, сажусь на хвост вашего вопроса. Как всегда, кадровая политика – это очень сложная история. Ну, конечно, кадры решают все. Как вы выбираете учителей? Насколько у вас жесткие критерии? Ну, может быть, немножко кухнюкой откроете. Критерии отбора учителя для вашей школы. Ну, во-первых, учитель должен быть действительно по-настоящему профессионалом своего дела. Это самый главный критерий. Ну, и общечеловеческие качества тоже немаловажны. Это порядочность, это справедливость, это человечность, это внимание к детям, это забота о детях. Ну, одним словом, с разных точек зрения. Но самое главное – это профессионализм. Наталья Сергеевна, вот хочу вас спросить. Вот вы заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Все верно. Два слова – учебная и воспитательная работа. Если имеет смысл такой вопрос, что для вас более важное – учебная или воспитательная работа? Ну, я, наверное, могу пояснить, что у нас есть отдельно завуч по воспитательной работе. А учебно-воспитательная работа – это как раз, ну, скажем так, больше учебная часть, но на стыке с воспитательной. Опять же, именно в мой должностной функционал входит отдельный блок, который как раз курирует и направляет работу учителей. Я отвечаю за их аттестацию, курсы повышения квалификации, за проведение различных конкурсов, мероприятий, научно-практических конференций, за профильность образования школьников. То есть вот именно моя зона ответственности, это не сколько учебный процесс, у нас этим занимается еще один замечательный завуч Широких Татьяна Александровна. Она как раз курирует основную учебную деятельность. На ее хрупкие плечи легла тяжелая работа по организации учебного процесса. То есть это уроки, учителя, нагрузка. То есть вот все, что касается именно того, что видят дети со стороны учебы. А я организую как раз вот тот педагогический потенциал, поддержку того педагогического коллектива на должном высоком уровне. Эту работу можно назвать научно-методической работой. Научно-методической? Научно-методической работой, да. А чуть-чуть раскройте, что это значит? Вот, во-первых, это именно поддержка, методическая поддержка учителей. То есть, как уже Наталья Сергеевна сказала, она занимается и повышением квалификации учителей, и организацией работы метод объединений в школе. А научно, и поскольку, все-таки, учитывая наш профиль, она очень серьезно занимается предпрофильными и профильными классами, участием в различных конкурсах, грантах и так далее. Поэтому это и звучит как научно-методическое. Скажите, пожалуйста, а вот доставляет ли вам трудности вот то, что в наше время дети меняются очень быстро? Меняется их лексикон, меняются их реакции на различные процессы происходящей в обществе. Они компьютеризированы, они в легкую разбираются в айфонах, телефонах, в компьютерах и так далее. А вам не кажется, у них очень, может быть, вы даже отстаете в какие-то моменты? Ну, вы знаете, мы... Как жить с этим? Ну, как жить? Вот справляемся. Справляемся, а как? Справляемся, но стараемся соответствовать и учимся сами. Учимся вместе с ними. И постоянно учимся. Даже много мы учимся и у детей тоже. Ну, к примеру, допустим, совсем недавно школа приобрела очень интересные интерактивные доски. И эти доски интерактивные осваивали учителя вместе с учениками. Это очень важно. Многое учитель брал именно от учеников. И вы знаете, этот процесс, он не только помогает учителю повышать свою квалификацию и идти в ногу со временем вместе с детьми, но это изближает во многом и учителя, и ученика. Это тоже важно. А скажите, педагогично, вот просто моделируя ситуацию, если, например, вам в ваш телефон нужно поставить какую-то, связанную с учебой, например, программу, да? И вы, по силу каких-то причин, затрудняете это сделать. Можете ли вы обратиться к продвинутому старшепластнику и сказать, например, Саша, помоги мне, пожалуйста, поставить? Да, запросто. Конечно. То есть это нормально? Не просто можем, но и обратимся. Да, естественно. Вот это интересный поворот, да? У вас происходит такой взаимообмен. Да, именно. 340-7362 телефон в нашей студии. Сегодня, 1 сентября, в День знаний, мы беседуем с представителями 324-й школы. Это директор этой школы Дина Анатольевна Петрук и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Маталья Сергеевна Доминия. Итак, мы проводим конкурс, конкурс зрительских вопросов, и сегодня победитель этого конкурса получает приз от центра «Маршалл». Это сертификат на 500 рублей. Ну, хочу вот о чем вас спросить. Как мы понимаем, мощная, глубокая работа проходит в школе, да? Вы очень емко и красочно об этом рассказали. Ну, а результат для вас? Вот есть ли такой параметр, как после окончания школы, сколько человек поступает в высшие учебные заведения? Важно ли это вообще для вас? Или человек может найти себя просто и не получая какого-то специального образования, высшего образования, просто пойти рабочим? Это вот сейчас как отношение к этому? Ну, давайте начнем с первой части вашего вопроса. Безусловно, очень важным критерием для школы является тот факт, как именно сдают экзамены наши выпускники. Это в первую очередь. То есть результаты ЕГЭ. Ну, и второй критерий, это очень важный. Дети поступают ли в высшие учебные заведения? Если поступают, то это платно или на бюджетную основу? Это тоже важно. Конечно, важно. Потому что если дети поступают, большой процент детей поступает на бюджетной основе, это говорит о том, что действительно школа дает хорошее знание, и они востребованные дети. То есть это является показателем? Конечно, безусловно. А что касается того, что некоторые не поступают в высшие учебные заведения, а, может быть, не сразу себя могут найти, потом через год, через два, да, то есть уходят сначала в какую-то профессию, может быть, невысококвалифицированную, а затем через год пытаются улучшить свои результаты ЕГЭ и опять поступить в высшие учебные заведения. Но это вполне нормальная картина. Далеко не все дети сразу знают, кем они хотят быть, куда они хотят поступать. Ну и бывает такое, что ребенок не поступает сразу, а со временем он все-таки добивается нужного результата. Вот скажите, Дина Антоновна, пожалуйста, а вот ушел ребенок от вас, закончил школу, да? А если он через какое-то время возвращается к вам, просто уже, ну, будучи, ну, скажем, взрослым человеком, для того, чтобы и спросить у вас какой-то совет. Бывает такое? Вы знаете, у нас наши выпускники, когда уходят, поступают в высшие учебные заведения или там средне-специальные учебные заведения, ну, скажем так, на протяжении, ну, первых двух лет, и это я говорю абсолютно серьезно, практически в свое свободное время, как только оно у них появляется, они обязательно приходят в школу, приходят к своим самым любимым учителям, они хвастают своими успехами, они спрашивают, как вы говорите, может быть, какой-то совет. Но, конечно, со временем, может быть, это все происходит постепенно, реже и реже, но первые, я говорю, два-три года очень часто навещают, скучают и радуют нас своими успехами. А вы согласны, вот у вас такие же ощущения, и к вам тоже приходят так же вот? Приходят ребята, да, действительно, может быть, потом этот происходит, такие приятные моменты реже, но приходят ребята, которые закончили школу и пять, и десять, и пятнадцать лет назад. Даже пятнадцать лет назад. Ну, учитывая то, что существуют в школе праздники, вечер встреч выпускников, юбилей никто не отменял. Вот в прошлом году, например, школа отметила свой 55-летний юбилей. Из-за ковидных ограничений мы не смогли его провести так, как планировали, как вот, например, 50-летний юбилей или 45-летний юбилей. Но, тем не менее, было очень активное общение между выпускниками в интернет-сообществах. То есть и обмен мнениями, и встречались, и общались. Ну, одним словом, немножко в другом пространстве, но общение произошло. Произошло. Слушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Добрый вечер. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Ваш вопрос. Будьте добры. Добрый вечер. Меня зовут Егор. Егор, пожалуйста. Спасибо, Игорь. Очень хороший вопрос, действительно. Да, вопрос очень интересный. Я бы ответила, наверное, на него так, что не бывает обучения без воспитания, и любое воспитание так или иначе предполагает обучение. То есть это два абсолютно взаимосвязанных процесса, и они существуют неразрывно, эти два процесса. Поэтому невозможно одно отделить от другого. Это вот мое мнение на сегодняшний день. И я думаю, что многие мои коллеги именно придерживаются такого мнения. Мы буквально вот 31 числа проводили педагогический совет и обсуждали этот вопрос. На сегодняшний день основные векторы развития школы – это два основных вектора. Это образовательный вектор и воспитательный. И на сегодняшний день они, как я повторюсь еще раз, неразрывно взаимосвязаны один с другим. Это абсолютно точно. Вот, Тараса Сергеевна, а вы придерживаетесь того же мнения? Да, я абсолютно согласна. А у вас бывает полемика на ваших собраниях? Безусловно, бывает. В споре рождается истина. В споре рождается истина. И мы всегда думаем, как правило, в одном направлении. Нет, ну, бывают разные мнения. Безусловно, это нормальное явление. Конечно. Когда один думает так, другой думает иначе. И где-то там, посредине истина. В конце концов, у вас результат, что называется, налицо. Вы только сейчас сказали, как оценить, какого критерия оценки вашей работы. Вот я знаю, что у вас такой вот феноменальный один ученик в этом году образовался. Выпускник, точнее. Я знаю также, что он такой очень сообразный парень. Как всегда, это бывает в жизни. Даже я вот припоминаю свои школьные времена. У нас были такие ребята, ну, разгильдяи условно они назывались, которые могли мобилизоваться в какой-то момент времени и выдать очень хороший результат. Вот когда я узнал историю, о которой вы сейчас расскажете, я надеюсь, да, мне показалось, что вот в этом смысле ничего не меняется. То есть есть такие ребята, да? Вот расскажите про вашего героя. Да, у нас есть выпускник 11 класса этого года, Илья Шаповалов, который прекрасно сдал ЕГЭ в этом году на очень высокие баллы. Это выпускник профильного 11 класса технологического, прекрасно сдавший физику и информатику, и который поучаствовал в, скажем таком, конкурсном квесте со стороны ИТМО, которое провело его для того, чтобы сделать отбор для своих поступающих. Это было научное ХОКУ, были расположены по городу 15 заданий, и Илья оказался в числе, не просто в числе, он оказался первым, кто разгадал все эти 15 заданий. И, соответственно, поступил в ЭТМО, ему был предложен выбор любого факультета. Он и так собирался как бы поступать, выбрал уже свое направление. Это прикладная математика и информатика. Но полученный результат вдохновило его тоже, и мы очень надеемся на его высокие результаты. Он позволил ему поступить на бюджетной основе, именно на этот факультет. Но я хочу сказать, что он, правда, сдавал не физику, а сдавал математику профильную, и информатику. Информатику сдал на 97 баллов. Это очень способный, очень такой одаренный молодой человек. И квест был непростым, достаточно IT-квест. Он задействовал знания из разных областей. Это и математика, и физика, и IT-технологии, и криптография, и многое-многое другое. И самое главное – это логическое мышление. Логическим мышлением должен был обладать человек. Ну вот он молодец, мы очень горды, что у нас такой ученик есть. Вот замечательно, что ИТМО объявляет такие интеллектуальные конкурсы, которые действительно детям позволяют поступать на интересующие их факультеты. Ну а по вашим наблюдениям, какие направления чаще всего выбирают ваши выпускники? В какую сферу они идут? Гуманитарную? Вы знаете, в связи с тем, что все-таки у нас в 10-11 классах существует профильное обучение, мы уже давно на протяжении последних лет 5-6 реализуемых в 10-11 классах реализовывали до нынешнего года технологический профиль, который предполагает углубленное изучение физики, математики, информатики. То понятное дело, что наши дети поступают в основном именно в технические вузы. Ну а с этого года у нас реализуется гуманитарно-технологический профиль. Это в соответствии с запросом детей и родителей, которые, в общем-то, были заинтересованы не только в технической направленности обучения детей, но и в гуманитарной, организован вот такой гуманитарно-технологический класс. То есть одна подгруппа будет по-прежнему углубляться с физикой, математикой, информатикой занимаясь, а другая изучая историю, общество знания и русский язык, литературу. То есть гуманитарная сфера, да? Да, гуманитарная сфера. Ага. А вот существует ли сейчас такое понятие, как ботаник? Раньше вот я помню, да и сейчас я тоже слышу, называли таких особ. Нет, вы знаете, все реже и реже. Реже? Реже. Реже. Некая ностальгия, да, присутствует в моем восприятии вашей информации. Нет. Как-то всегда это было такое клеймо, оно любопытное было. Может быть, вот как раз вот ребята, которые показывают сейчас очень высокие результаты, они, как правило, не ботаники. Они, как правило, очень яркие личности, очень активные, ведут активную социальную жизнь. При этом они не всегда, как бы сказать, вот прям вот, вот, прям вот, вот, да? А вот яркие такие натуры, может быть, противоречивые, которые готовы пойти на какие-то вот такие неожиданные поступки. И они совсем не вписываются в рамки ботаников. Вот умные детки сейчас именно такие. А существует ли сейчас такое понятие, как медалисты? Какие медалисты? Да, безусловно. А как нет, серебряных медалистов, такое понятие уже давно существует, нет. Я уже стал видеть. Только медалисты, это предполагает золотая медаль. Это необходимо получить отличные отметки по итогам года. И, соответственно, на экзаменах, на едином государственном экзамене показать результаты не ниже 70 баллов. Не ниже по тем предметам, которые по выбору ребенок сдает, и по основным предметам русский язык и математика. Не ниже 70 баллов. Ну, можно немножко похвастать, да? У нас в этом году таких детей было 9 человек. Мы очень горды. Да, 9 медалистов. Мы очень горды, что у нас такие дети есть. Это торжественное влечение медали. Конечно, да. А вот наличие медали, оно влияет при поступлении, да, вот каким-то образом? Безусловно. Ну, правда, разные вузы по-разному к этому относятся. Есть вузы, которые и при поступлении детей дают какие-то баллы сверху при поступлении на отдельные факультеты. Но есть вузы, которые особо на это не обращают внимания. Это все как бы индивидуально. Ага. Ну, в принципе, есть смысл, по-моему, за медали, да? Безусловно, конечно. Я считаю, что он разносторонен во многих сферах и во многих вопросах. А вот скажите, пожалуйста, вот в курортном районе существует такая аура очень позитивная по отношению к вашей школе. Во-первых, очень много выпускников. Очень много. Просто курортный район – это, по-моему, такая мека-324-я школа. Вот. И вот сам имидж школы, он влияет на ваших учеников? Вот они, ну, даже как, я не знаю, человек, который входит, там, не знаю, условно, в Эрмитаж, он не может себя вести каким-то определенным негативным образом, да? Потому что вот стены, аура – это все настраивает его на определенный лад. И вот попал ребенок в вашу школу, ему говорят, ты в 324-й школе. Он сразу ведет себя совершенно... Есть такой момент? Нет, наверное, мы так не говорим, что ты вот попал в 324-ю школу. Самое главное – это действительно та внутренняя атмосфера, которая должна существовать в школе. И мы обычно говорим так, у нас это не принято. Мы обычно выражаемся так. То есть у вас есть кодекс от ребенка? Да, и ребенок уже понимает, ну, да, я вот понимаю, что это не принято, что так нельзя. Поэтому, ну, стараемся дисциплинировать во многих вопросах. И если договариваться в каких-то вопросах, особенно что касается внешнего вида, например, ученика, да, в общем, находить какие-то компромиссы. А какой контакт у вас существует с родителями? Насколько вот эта обратная такая связь, условно говоря, да, она для вас необходима? Как она работает и влияет ли она в своем процессе? Юрий, я, наверное, скажу слова благодарности всей родительской общественности 324-й школы, потому что у нас с родителями по большому счету не бывает конфликтов. То есть мы всегда друг друга слышим, понимаем и находим какое-то общее решение, так или иначе. Поэтому я считаю, что у нас золотые родители. Поэтому всем спасибо. То есть у вас получается такая целостная, такая замкнутая структура. Педагоги, родительские комитеты. Родители. Три составляющих таких, которые позволяют вам добиваться, в общем-то. Ну а почему мы не можем сказать, что вы действительно лучшие, к примеру, да? Можем это сказать? Нет, давайте будем скромнее, да? Мы не лучшие, но во всяком случае стараемся. Это же не вы сказали, а я сказал. Стараемся быть, стараемся соответствовать и идти в ногу со временем. Вот это очень важный такой момент, который очень приятно от вас слышать. В ногу со временем это очень тяжело, как я понимаю, да? Но тем не менее без этого никуда. У вас особое отношение с лыти? У нас действительно все в нашем предпрофиле и профиле начиналось с лыти. Когда-то, лет 5-6 тому назад, даже существовало такое понятие, как инженерный класс. Это уже понятие ушло, и это название ушло. На сегодняшний день мы говорим о том, что у нас существует предпрофиль в 7-8-9 классах и профиль в 10-11 технологический. И мы не только сами своими силами его реализуем, но и с помощью сетевого взаимодействия. В частности, мы очень тесно сотрудничаем с лыти. И по сегодняшний день это такие уже давние наши партнеры. На сегодняшний день мы сотрудничаем тесно с Академией цифровых технологий. Уже года три, да, Наталья Сергеевна? И вот первый год мы будем сотрудничать с Кванториумом. То есть наши дети посещают занятия в этих прекрасных учебных заведениях именно во второй половине дня. То есть мы реализуем внеурочную деятельность с помощью наших партнеров сетевых. Ну, а вы знаете, если мы говорим о лыти, что лыти, ну, в мою бытность, расшифровывалась эта аббревиатура не только как Ленинградский электротехнический институт, но как и Ленинградский эстрадно-танцевальный институт. Потому что очень большой процент выпускников и студентов этого вуза категорически меняли свою профессию. Например, тот же самый Кокерс. То, что первое мне приходит в голову, и уходили в гуманитарную сферу. Не будет вам обидно, если кто-то из ваших поступит в лыти? Ничуть. Мы будем гордиться с вами. Я считаю, что каждый человек должен найти себя в своей профессии, и эта профессия должна быть любимой. Поэтому бывает, конечно, что лирики становятся физиками, а физики становятся лириками. Я считаю, что это вполне нормальное явление. Конечно. Тогда слушаем звонок нашего телевизора. Здравствуйте. Добрый вечер. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина. Ирина? Поздравляю с Днем Знаний. Пожелать вам, дорогие учителя, терпения, сил и здоровья. Спасибо. Спасибо вам за воспитание наших детей. Вопрос такой. В последнее время много разговоров о том, что 324-я школа закончена реконструкция. Действительно ли это так? Спасибо. Ну, это действительно так. Это, скажем так, наверное, ближайшая перспектива. Но насколько это будет быстро и скоро, сложно сказать. Но могу ответить на этот вопрос таким образом, что существует проект строительства нового здания. Проект прошел экспертизу. Экспертиза подтверждена, и проект оказался весьма удачным. На сегодняшний день мы ждем дорожную карту, в соответствии с которой будет в дальнейшем продолжен этот вопрос. То есть мы, так или иначе, может быть, где-то через год, через два, но этот вопрос будет решаться. То есть будет строиться новое здание, новая красивая школа с бассейнами. А старое здание будет под снос идти. Под снос идти? Да, да. Это интересный такой поворот. Но мы будем следить за вот этим. Будет очень красивая школа, очень красивый проект, где чудесные площадки, где чудесный актовый зал, бассейны. Но одним словом, я думаю, что 324-я школа получит новую жизнь. Телефон студии 340-7362. Мы продолжаем конкурс зрительских вопросов. Сегодня победитель этого конкурса. В конце передачи наши гости определят имя этого человека. Получает приз, сертификат от медицинского центра «Маршал» на сумму 500 рублей. И вот мы остановились в нашем разговоре. Много приятных для меня неожиданностей в нашей сегодняшней беседе. Мы довольно глубоко погрузились в структуру, в то, как работает школьный механизм. И это очень интересно и очень приятно лично для меня. То, что в постоянном развитии находится вся эта история, связанная с образованием. Какие-то появляются новые оттенки, которые позволяют, как я понимаю, наиболее полно каждому школьнику проявить себя в будущем. Найти себя, то, что называется, и то, что было важно во все времена. Но вот я хотел бы к Наталье Сергеевне обратиться. Вот вы обладаете неким секретом получения... Грантов. Финансов. Да. Подо что вы их получаете? И сколько самое главное? В этом году 324-я школа очень удачно и продуктивно поучаствовала в двух грантовых конкурсах. Один на 3 миллиона рублей, второй на 15 миллионов рублей. Первый конкурс был организован Высшей школой экономики и комитетом финансов Санкт-Петербурга. И они давали возможность детям, детской инициативе, конкурс назывался «Твой бюджет в школах». Команды школьников могли предложить свой проект по реорганизации школьного пространства. То есть, что бы они хотели увидеть в новой современной школе? Как они ее видят? Темы грантов у ребят разделились в основном на три направления. Это либо пришкольная территория благоустройства, либо это благоустройство зон отдыха для ребят, начиная от элементарных шкафчиков и ремонта рекреации. И третье направление – это, собственно, учебные кабинеты. Так как у нас, о чем мы говорили, реализация профиля-предпрофиля уделяется особое внимание технологическому направлению, мы решили, что нужно развивать его дальше. И наши ребята выдвинули идею по созданию на базе школы кружка по киберспорту. И они прекрасно оформили свою идею. Выступали ребята команды девятых классов, то есть не выпускники, не десятые, одиннадцатые, а именно девятиклассники. Они выиграли свой проект, продвинули на уровне школы. То есть соревнование началось проектов еще со школы. Школьный победитель вышел на городской уровень. Всего в конкурсе в городе участвовало около 60 школ, и только 20 из них получили эти гранты. Наши ребята вошли в состав этих победителей. Сейчас ими была разработана дорожная карта реализации проекта. Стали они победителем в декабре прошлого года. То есть вот уже 8 месяцев реализуется проект. Мы закончили основные этапы по подготовке. Это ремонт помещения, закупка оборудования, закупка мощных компьютеров, мебели. И сейчас, собственно, у нас идет этап набора команд, тех, кто будут соревноваться и играть в нашей секции, подбор персонала. И торжественное открытие секции запланировано на 14 сентября. Так что приходите к нам в гости. Мы приглашаем вас. Спасибо огромное. С удовольствием я приду к вам в гости. Ну вот я хочу у вас вот что спросить. Киберспорт, да, такая вот история, как бы, она, как я понимаю, виртуальная, в общем-то, да? Уже нет. А, уже нет? Уже нет. Это инициатива, поддержанная уже президентом. То есть развитие киберспортивное, это, собственно, как раз те наши отличники, которые не ботаники. Те, которые могут реализовать себя во всех сферах. Потому что, опять же, со стороны государства идет заказ на подкованного именно высокотехнологичного выпускника. А киберспорт – это не просто мальчики, которые сидят за мониторами и просто стреляют, либо создают волшебные заклинания и так далее. То есть у нас, ну, опять же, мы выбрали такое направление, ребята его выбрали. Это командные виды спорта. Киберспорт уже у нас несколько лет выведен как официальный вид спорта. То есть создание киберспортивной секции – это, собственно, не сколько Министерство просвещения, сколько это Министерство спорта. То есть это официальная спортивная дисциплина. И даже в университете имени Лесгов-то есть кафедра по киберспорту. То есть это все достаточно очень серьезно. Но вот, насколько я понимаю, киберспорт, он связан все-таки с компьютером. Ну, безусловно. Вот. А вот тут-то я вас хочу вот о чем спросить. Вот все замечательно – киберспорт, классы компьютерные и так далее. А не отучатся ли ваши детишки наблюдать вообще за тем, что происходит у них под ногами? Я имею в виду на цветы, которые растут вот в курортном районе, на зелень, которая тут же произрастает. Вот как раз в нашем проекте у ребят прописано в том числе и социальные активности вне монитора. То есть это не только за компьютером, но это, собственно, какие-то общественные дела, какие-то встречи именно киберспортсменов помимо компьютерной зоны. То есть какие-то тренинги, выезды на природу и так далее. То есть социализация – один из моментов в том числе. Да-да-да. Я не случайно вас спрашиваю, потому что у меня ощущение, вот как бы мои личные наблюдения, что сейчас очень много для детей условий как бы уйти от реальной жизни в компьютерную. Кто-то играет там в стрелялки, кто-то уходит в спорт. Ничего не хочу сказать про киберспорт, да? Но главное, чтобы он полностью не ушел туда, в то пространство. Я думаю, что нам это не грозит, потому что, во-первых, эти занятия проводятся во внеурочной деятельности. Они будут регламентированы, они происходят под контролем, во-первых, тренера будут происходить, да, то есть тренер по киберспорту, и педагог-организатор, который будет координировать и участие детей в различных каких-то соревнованиях, обменом опытом, скажем, с другими участниками в этом же направлении. Поэтому это будет развивать, в конце концов, командный дух у детей, и они будут общаться друг с другом. Нет, напротив, это, как сказала Наталья Сергеевна, это социализация детей во многом. И важно, чтобы дети пробовали себя в разном. Это важно. Ну, может быть, кто-то себя найдет и в киберспорте. И в киберспорте, да. Ну, и чтобы закончить эту тему, хочу вас еще спросить. Вопрос на засыпку, как мне кажется. То есть я его вынашил очень долго, специально. Недавно я держал в руках календарь, который называется календарь природы, где предполагается, что детишки, школьники будут вести наблюдение за природой. Сегодня, условно, прилетели снегири, там завтра... Грачи. Грачи, да. Послезавтра растерстились почки. Таким образом возникает контакт, общение ребенка с природой. Есть ли у вас такая тема? Ну, безусловно, уроки биологии, географии, окружающего мира никто не отменял. Они есть в программе, и они в полной степени реализуются. Конечно, безусловно, и дневники наблюдений. Все есть, все есть. Так что перекоса не должно быть в образовании. Теперь-то моя душенька спокойна, да? Ну, вот хочу вас спросить вот о чем. Что, очень, как мы сказали, много выпускников вашей школы. Есть ли ситуация, когда, скажем, бабушка, выпускница вашей школы, приводит в вашу школу своего внука? Вы знаете, это сплошь и рядом. Всегда. 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 Мы встречаем и бабушек, и мам, которые приводят, соответственно, внуков и своих детей. Это очень правильно, когда продолжается вот эта преемственность в семье в выборе школы. Когда и бабушка училась в этой школе, и мама или папа там, например, и, соответственно, ребенка приводят. Это очень приятно. Это говорит о том, что действительно школа в жизни очень многое значит каждого из нас. Не ввести ли такое понятие по аналогии с семейным доктором семейная школа? Вы знаете, я думаю, вряд ли мое мнение таково, что должно существовать такое понятие, как семейная школа. Потому что, если, например, брать школы курортного района, то каждая школа в чем-то своем хороша. То есть, например, если берем 541-ю школу, вот наши соседи, в этом году у них открылся педагогический класс. 433-я гимназия гуманитарная, там совершенно другой профиль. 556-я школа углубленное изучение английского языка. 445-я, вот сейчас на скидку просто, это школа, это лицей, вернее, в котором реализуется и химико-биологическое направление. Поэтому я думаю, что здесь, прежде всего, нужно родителям смотреть на то, к чему лежит душа у их ребенка. И конкретно, прежде всего, ребенок гуманитарий, технарь, или, может быть, естественно, научное направление интересует. Поэтому, нет, семейный доктор – это одно, а семейная школа, мне кажется, нет. Это не должно утвердиться. Утвердиться, не говорите, да. Не успел он еще даже и обрести какие-то очертания. Хорошо. Ну, продолжаем вас хвалить. Уж извините, такой день сегодня, да. Вот вы, оказывается, лучше еще топ-50 дополнительного образования, да, по-моему, называется? Ну, вошли, да. И вы где-то там тоже на верхних позициях. У нас 30-е место в рейтинге топ-50. А хоть тут я жил. Хоть и тут-то вы 30-е. По отделениям дополнительного образования детей. У нас отделение дополнительного образования детей действительно очень хорошо развито. Мы реализуем три основных направления. Это технологическое направление, которое поддерживает наш предпрофиль и профиль, раз. Затем спортивную направленность реализуем и художественно-эстетическую направленность в том числе. То есть это занятие ИЗО, занятие театром кукол, шахматами, шахматы тоже, ну, одним словом. Вальные танцы. Вальные танцы забыла. Вальные танцы. Хор есть. Это все в рамках школы. Да, да. Это все, да. Художественно-эстетическое на бесплатной основе. Кружок. Ну, что же... И, кстати, киберспорт тоже будет на бесплатной основе. Тоже кружок. Это будет кружок входить именно в структуру отделения дополнительного образования детей. То есть получается так, что ребенок отучился положенное время, да, потом он плавно перетекает... Во вторую половину дня. Свободно, да. В вторую половину дня в систему... А когда он уроки делает? Ну, уже после занятий в неурочной деятельности. В неурочной деятельности. В оставшееся время. Насколько активно у вас требована внеурочная деятельность, ребята? Вы знаете, я могу сказать, что практически 65% детей у нас заняты либо в отделении дополнительного образования детей, но и практически все, все 100% заняты внеурочной деятельностью. От трех до семи уроков в неделю они посещают занятия внеурочной деятельности. Скажите, пожалуйста, вот по, опять-таки, сумме нашего сегодняшнего разговора. Вот хотелось бы понять, это ведь колоссальная ответственность на плечи современного учителя ложится. Очень тяжелая история такая, да, конечно, приятная, когда все получается. Вот на ваш взгляд, в педагогических вузах не должно быть профотбора такого, да, чтобы человек сдавал не просто там определенное количество определенных предметов, да, а какие-то были тесты, ну, как, на мой взгляд, в медицинском институте нельзя просто формально принимать людей, потому что физика 5, химия 5, там, из-за сочинения 5, и он доктор. Вы знаете, вы поднимаете очень важную проблему на сегодняшний день. На серьезной передаче. Конечно. И, вы знаете, мы буквально на днях, это было 26-го, 27-го числа, мы посетили Санкт-Петербургский акселератор. Педагогический. Педагогический. Это вот такое важное мероприятие, на котором встречалось педагогическое сообщество школ Санкт-Петербурга, где мы обсуждали вопросы, насущные вопросы на сегодняшний день, которые существуют в педагогике, в том числе результаты участия в еще одном гранте, о котором мы не поговорили с вами, это проект... Открытие профильных классов. Открытие профильных классов, и проект называется «Образовательная перспектива». Вот мы в этом гранте тоже поучаствовали. Этот грант дал нам возможность в 15 миллионов на сегодняшний день приобретать новое интерактивное оборудование для наших профильных классов. И этот конкурс был объявлен Комитетом по образованию при содействии правительства Санкт-Петербурга. Так вот, на этом петербургском педагогическом акселераторе именно поднимался очень серьезно этот вопрос. Наталья Сергеевна, продолжите, пожалуйста. Собственно, эти гранты были даны на открытие профильных классов. Таких направлений было несколько. Вот мы поучаствовали в направлении гуманитарно-технологических классов, и там речь как раз шла еще и про педагогические классы, которые одна из школ открыла. И там как раз возник такой вопрос. Мы все себя хвалили, вот у нас есть инженеры, вот у нас есть гуманитарии, есть IT, есть медийщики. А откуда появляются эти дети? От педагогов. То есть должны быть учителя и педагоги, которые смогут вырастить эти классы. Значит, нужно создавать педагогические классы. И возник вопрос, а как попадают наши студенты? И нужно ли тестировать детей? То есть кто сейчас идет в педагогические вузы? Ну, наверное, естественно, идут люди по признанию. Вы знаете, пока на сегодняшний день, как я понимаю, этого у нас нет. Но наше мнение таковое, и это было общее единое мнение всей аудитории, присутствующей там, что это должно быть обязательно. Обязательно. Вот давайте здесь поставим точку, это очень важный момент, зафиксируем этот момент. Конечно же, это должно быть обязательно. У нас есть звонок, мы слушаем телезрителя, и еще один важный вопрос, который мы должны обсудить успеть сегодня в передаче. Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Светлана. Светлана, пожалуйста. Я поздравляю всех с праздником 1 сентября. Какой замечательный праздник, такой счастливый день у детей. Я бы хотела задать вопрос, будет ли меняться программа обучения среди подменной баллонской системы. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, мы на сегодняшний день работаем по уже обновленным федеральным государственным образовательным стандартам в первых и пятых классах. На будущий год мы будем работать по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам в первых и седьмых классах. И, вы знаете, я хочу сказать, что независимо от того, существует ли баллонская система, отменена ли она, мы реализуем федеральные государственные образовательные стандарты, независимо от того, существует она или нет. То есть, существует наша программа. Спасибо. Попрошу режиссеров вывести цифры опроса нашего на экраны. И мы его прокомментируем. Так, пожалуйста. Какой предмет в школе был вашим самым любимым? Математика 21, русский, литература 23, физика 6, извините. Химия 8, физкультура 25 и другой 1%. Как ваши ощущения? Насколько мы точны в своем вопросе? Ну, вы знаете, я думаю, что это отвечают на эти вопросы те, кто учился там, скажем, 15-20, а то и более лет. На сегодняшний день среди наших учащихся явный интерес именно к техническим дисциплинам. И это мы видим. Нет информатики. Это IT-технологии, это технологии, которые касаются, ну, многих дисциплин. То есть это и физика, и математика, и, естественно, научное направление. И вы знаете, наши ученики очень точно понимают, какие будут профессии востребованы в будущем. Есть ощущения. Конечно, и они ориентированы именно на то, кто будет востребованный. Я думаю, что с этим проблем не будет. Буквально два слова, потому что времени совершенно нет. А вопрос важный. Разговоры о важном, да, вот новая тема, которая появилась в школе. Что это такое? Хотя бы два слова скажите сейчас. Разговоры о важном – это очень важное нововведение, которое с этого учебного года появляется абсолютно во всех общеобразовательных учреждениях нашей огромной страны. Каждый понедельник мы будем начинать неделю именно с поднятия флага Российской Федерации и с нашего гимна Российской Федерации. А затем продолжится разговор в классах с классными руководителями именно на тематику разную совершенно. Но это именно будут разговоры о каких-то важных событиях, датах. Ну, например, чтобы ребенок хорошо знал и понимал историю своей страны в том числе. Поэтому это очень серьезный вклад в воспитательную работу, в воспитательную систему школы в целом. Важнейшая история, о которой вы сказали в завершении нашей передачи. Это очень приятно. Обсуждать нет времени просто. Кто становится победителем нашего конкурса «Зридических вопросов»? Кто получается? Мое мнение, вот мне понравился, например, вопрос. Это извечный вопрос. Все-таки обучение или воспитание? Согласна, да. Мне тоже понравилось. Что важнее? Егор, по-моему, задавал этот вопрос. Замечательно. Тогда что ж, Егор, нужен ли вам этот сертификат? Я не знаю. Тем не менее, вы его получаете. 500 рублей, и вы можете отправляться в Маршалл, и там реализовывать так, как вы захотите. 76 лет в сентябре исполняется ваша школа. Нет, 56. 56 лет. 56, извините, да, уже просто время прожимаем. 56. Давайте поздравим мы вас. Спасибо. Вы своих учеников, учителей. Ну, надеюсь, что мне хватит времени. Во-первых, я действительно хочу всех коллег поздравить с этим замечательным праздником, пожелать крепкого здоровья, пожелать благополучия в семьях и, конечно, огромных творческих успехов. Я хочу сказать, что у каждой школы курортного района есть огромный потенциал, и нам есть к чему стремиться. Позвольте мне еще несколько слов сказать благодарности главе администрации Забайкину Александру Валерьевичу, заместителю главы администрации Модиной Александре Вадимовне и непосредственно нашему начальнику, это Барыгиной Вере Петровне, начальнику отдела образования и молодежной политики, которые, ну, совершенно беспрецедентно помогают, помогали в работе школы и помогали подготовить школу к новому учебному году. Мы всегда чувствуем помощь и поддержку со стороны администрации. Спасибо огромное всем. Спасибо вам за участие в сегодняшней передаче. Вы, может, добавить хотите что-то? Дима Антоновна исчерпывающая. Исчерпывающая, да. Но время у нас, к сожалению, тоже исчерпано. Вам большое спасибо за то, что вы так подробно и интересно рассказали о том, что такое современная школа. Честно сказать, я для себя даже узнал, ну, кое-что новое и важное узнал. Спасибо вам за это. Спасибо. Спасибо, что пригласили и дали возможность рассказать о нашей школе. С радостью мы будем продолжать это делать. Привет вашим коллегам. Поздравления с 56-й годовщиной. Спасибо. С днем рождения. На этом мы завершаем нашу передачу. Я благодарю всех, кто принимал в ней участие. Отдельное спасибо тем, кто задавал свои вопросы. Будьте здоровы и водите своих детей в 324-ю школу. Мы вас ждем. Приходите. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok